Несмотря на скромный водительский стаж, всего два года, за рулем Анна чувствует себя уверенно. По работе приходится много передвигаться. Она пресс-аташе женского баскетбольного клуба «Спарта НТК». Дел много, но все же в день без автомобиля она принципиально пересаживается на байк и других призывает. Поехал на работу на машине? Остановись! Вот твой транспорт на сегодня. На работу, на велосипеде. Впрочем, без автомобиля Анна не только сегодня. Езда на велосипеде для нее и увлечение, и стиль жизни. Поездка на велосипеде несравнима с автомобильной. Я тоже очень люблю водить автомобиль. Мне нравится сам процесс. Но велосипед – это такая свобода. И в плане парковки, и само ощущение, когда тело твое летит, ты чувствуешь дыхание свое, и ты развиваешься физически. Ты лучше себя чувствуешь на протяжении всего дня, если ты с утра поехал на велосипеде. Анна любит путешествия, в том числе и заграничные. Но передвигаться по планете предпочитает на велосипеде. А потому на ее фото из дальних стран неизменно присутствует верный двухколесный друг. Недавно Анна приняла участие в московском велопараде. Впечатлений масса. Очень интересный маршрут, 30 километров по самым интересным местам Москвы. И парк Зарядье, в том числе новый. Людей было очень много. Это радует, хотя прохладно и дождь. Для того, чтобы провести день без автомобиля, Анне повода не нужно. Как в песне поется – сел и поехал. А вот в центре Видного тем временем все наоборот. Можно с уверенностью сказать о том, какой сегодня день, не знает никто. Судя по пробкам, в Видном отказаться от использования своего четырехколесного друга хотя бы даже на один день решились немногие. Хотя поводов для этого масса. Вот один из них. Ремонт на проспекте Ленинского комсомола. Полос стало меньше, пробок стало больше. Отчасти многих людей можно понять. В Видном комфортно передвигаться на велосипедах можно разве что в парках. На дорогах общего пользования они – непрошенные гости. Люди боятся кататься. Нет велодорожек. Видном их вообще практически нет. По дорогам это, конечно, опасно. Все-таки нужно ездить обязательно и в шлеме. И должны быть фонари. Передний, задний фонарь – это никто не соблюдает. И это дискомфорт, конечно, создает и автомобилистам. Потому что не видно просто людей, которые на велосипеде по дороге едут. Как мы уже упомянули, Анна является пресс-аташе женского баскетбольного клуба «Спарта-НК». А потому она не упустила возможности пригласить зрителей на очередные игры видновской команды. Мы начинаем сезон, наконец-то, баскетбольный в октябре. И вот сейчас кубок имени Шабтая фон Кламанович. Молодые девчонки приезжают со всей России играть. В 10 часов и в 12 часов в субботу и воскресенье будут матчи. Так что всех приглашаем в дворец «Спорта-Видное». Отлично, у меня все. Наконец-то. Все, я поехала. Пока. Конечно, это была шутка. Анна действительно очень любит ездить на велосипеде. И искренне советует делать это всем остальным. Причем не только в день без автомобиля. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Евгений Садовский. Видное ТВ. По новому свету снять folded, где Fifth, подвижены, отбежены к Qué. Будет цифров existem junge categories. akkor достаточно Die Садовский.